Добрый день! В эфире программа «Студенческий городок» и сегодня мы поговорим об актуальных проектах и новых знаниях в сфере искусства. Фестиваль с необычным названием «Танскрипция» прошел в Музее истории Екатеринбурга. Миссия фестиваля – познакомить с тенденциями современной хореографии. В этот раз «Танскрипция» была построена на результате сотрудничества Театра провинциальной танцы и молодых европейских хореографов. Киара Фералья и Рейдон Вандерберг показали уральским танцорам европейский стиль. В нем автором движения является сам танцор, а точнее его личный опыт и внутренние переживания. В результате лаборатории были созданы четыре постановки с танцорами-любителями, с профессионалами и дуэт самих хореографов проекта. Направление европейского танца достаточно явно представлено в том, что сделали ребята. Больше абстрактных понятий, больше концептуальных идей и взаимодействия внутренней среды с окружающей. Создание такой атмосферы в зале, чтобы все являлись участниками происходящего. И представление всегда просматривается на 360 градусов. Кара и Рейдон приходили на репетиции без определенной идеи. Они давали каждому танцору рандомные задания, просили вплести в хореографию элементы карате или двигаться в режиме слоу-моушен. Из этих упражнений на импровизацию и была создана финальная хореография постановок. Единственное общее задание для всех танцоров было вспомнить собственные взлеты и падения. Танцовщица провинциалов Ксения Каплун не в первый раз работает в европейском стиле. Чтобы войти в предлагаемые обстоятельства, она вспомнила тяжелый период собственной жизни. Вообще, вообще идея постановки это то, как ты долго можешь быть в какой-то ситуации, в какой-то сложной ситуации. И в моей жизни были такие сложные ситуации, когда приходилось оставаться одной наедине с кучей проблем и выгрызаться, выживать и выходить из ситуации и снова возрождаться, за счет этого очищаясь. Ну и вот я сюда это все принесла. Личный опыт как основу использовали и сами режиссеры для своего дуэта. Молодые хореографы работают вместе уже три года, хотя предпочитают разные стили танца и обладают противоположными физическими данными. В постановке они пытаются выяснить, не помешают ли различия создать гармоничный дуэт. Рейдон от меня очень отличается. Не ментально, а физически. Я чуть ниже и крупнее. Он очень высокий и очень худой. И перед нами встала задача, у нас есть два разных тела, как они смогут гармонично работать вместе. И мы нашли способ работать вместе в одном стиле. Благодаря тому, что мы много тренировались и проводили вместе много времени, делились друг с другом и научились друг другу доверять, мы смогли найти способ совместного диалога. В следующий раз танскрипция пройдет в формате летней школы-лаборатории. Профессионалы и любители смогут посетить мастер-классы от зарубежных педагогов и хореографов театра провинциальные танцы. У жителей города появилась еще одна площадка для знакомства с искусством. Галерея «Сабина Арт» подготовила мультимедийную экспозицию, посвященную творчеству Альберта Туманова. Галерея Галерея открылась чуть больше года назад. Сегодня здесь представлены работы знаменитого уральского художника Альберта Туманова, выполненной в разных техниках – пейзажа, графика и не только. Многие произведения художник создавал во время путешествий. И некоторые его создал спустя годы собственных зарисовок в студии. Полярник, он ходил во множество экспедиций. Его самые впечатляющие экспедиции – это на север, то есть от Карского до Каспийского моря, от Владивостока до Полярного Тикси. И все всегда он зарисовывал, записывал. То есть действительно его работы, они не просто отражают природу, а его богатый визуальный опыт, благодаря непосредственно этим экспедициям, помог ему воплотить какие-то особые состояния природы. И какие-то эффекты природные, воздух, среду свето-воздушную. У новой галереи много важных задач. Студенты, школьники, жители города Екатеринбурга могут не только познакомиться с работами уральских художников, но также принять участие в благотворительности. У нас сделана именно экспозиция, аукцион, картин, которые предоставили наши уральские художники. Большей частью они их представили даже бесплатно. То есть мы их выставляем на продажу, и собранные средства пойдут в помощь больным детям. Это последняя работа Альберта Михайловича, когда он делал в больнице. Но даже в таком сложном состоянии он рисовал. На выставке представлены работы известных уральских художников, многие из которых лично были знакомы с Альбертом Тумановым. Виктор Сысоев, ученик Альберта Михайловича, изучал под его руководством композицию еще на втором курсе художественного училища. Творческая дружба объединила художников на долгие годы. Он меня даже похвалил, говорит, замечательная работа, я в восторге от них. Я говорю, Альберта Михайлович, вы мне льстите. Он говорит, я моряк, а моряки никогда не льстят. Они всегда честно все говорят. Вот так вот его были слова. Хотя вот за одну работу он меня, когда спросил его мнение, он сказал, она мне не нравится. И все, вот так вот ты, говорит, тут немножко пошло не от жизни. Альберта Михайловича мне нравится, он всегда шел от натуры. То, что он свои вот эти вот акварили, свои рисунки, свои линогравюры и так далее, он прошел ногами, прошел через стужу, через лишение. Очень, как бы, был мужественным человеком. И вот это все отразилось, и действительно такая мощь, чувствуется его работа. Увидеть выставку работ Альберта Туманова в Екатеринбурге можно до конца весны. В планах у организаторов показ экспозиции в других городах России и за границей. Цель познакомить аудиторию с актуальным преследует и новый проект промо-бюро «Деснота» под названием «Прочтите». Авторы проекта выбирают новые важные тексты, а приглашенные чтецы презентуют их слушателям. Чехов, Крахт, Бреннер. Отрывки из произведений этих и других писателей звучали на мероприятии «Прочтите. История о городах и людях» в Ельцин-центре. А приехал в Екатеринбург, тут дождь, снег, ахрупа. Натягиваю кожаное пальто. Изводчики – это нечто невообразимое по своей убогости. Грязные, мокрые, безрессорные. Тема чтений была выбрана не случайно и была созвучена другому мероприятию. Недели стрелки, серии лекций, мастер-классов о городе и о людях. В этот раз мы сделали бриколаж. То есть мы выбирали совершенно разные тексты, очень разные стилистические, очень разные в событийном плане и в жанровом плане. Единственное, что их смыкало вместе, это как раз то, что тексты посвящены городам. Плюс внутри есть какие-то мета-ярлыки, которые отсылают от одного текста к другому. Ну то есть что-то было более-менее очевидно, когда Петрушевский говорит о Чехове, и в самом начале звучит Чехов. Что-то было менее очевидно, как вся линия со степью и каким-то бескрайним простором, который открывается. Анна Решеткина, Александр Цариков, Марина Одношевина. Многие из чтецов уже не в первый раз выступили на публике. Чтобы не ошибиться на самом мероприятии, чтецы тренировались дома. Наш парень снялся с лавочки и, видимо, из уважения к товарищу, тоже опустился на корточки. Сидели, беседовали. Это что за поза такая, орлов? Это не наша поза. Это откуда-то привнесенная поза. Да, мы собирались вчера и просто прочитывали тексты друг между другом и осмотрели, насколько для нас комфортны те роли, в которых мы выступали. У каждого, кто читал, в руках были фрагменты различных художественных произведений. Некоторые отрывки читали соло, некоторые – по ролям, как, например, «Москва и москвичи» Дмитрия Пригова. После каждого отрывка показывали книгу, из которой он взят. Кристиан Крахт. Многоуважаемая госпожа Григотайт. В США я, пожалуй, не выберусь. А вот в Санкт-Петербург я мог бы, как говорится, выехать довольно скоро. Есть беспосадочный рейс аэрофлота «Бангкок-Москва». Когда бы вы хотели получить эссе? Между тем я жду вашу почту с документами о художниках и потом поделюсь несколькими идеями шоку. Мы подбирали людей под тексты, скорее. Тексты были первыми, а потом мы думали, как бы, у кого будет наибольшая контрастность. Но вы видели, например, как Саша Цариков, который, если не изможден, но он очень много делает событий, где он прям ведет и ведет и ведет и ведет. И мы хотели ему дать именно вот этого психотичного крахта, который просто доводит менеджера, который его курирует, просто рассказывает какую-то ересь, рассказывает про собак. Всякий раз, когда звучала эта дорогая Ариана Григотайт, у меня дрожь была. Я не знаю, надеюсь, в зале это тоже у кого-то было. У организаторов запланированы подобные чтения, так что у жителей Екатеринбурга будет возможность посетить мероприятие и послушать отрывки из других произведений. Для следующего прочтите, авторы подготовят тексты на всеми любимые темы – кулинария и застолье. Желаем вам смотреть на город шире, ведь он дает так много возможностей познакомиться с чем-то новым. Ну а студенческий городок поможет оставаться в курсе событий. Ждем с вами встречи ровно через неделю на канале ЕТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!